В здании, которое сейчас располагается на Невском 14, столы не прыгали. Зато они резвились в доме, который когда-то стоял на этом месте. Пишут мне, что молодой человек садится на кресло, поджав ноги, и кресло начинает скакать по комнате. И это в Петербурге, в столице. Да почему же прежде никто не скакал, поджав ноги в креслах, а все служили и скромно получали чины свои? Это отрывок из дневника Достоевского. Федор Михайлович саркастически говорит о входящем в моду спиритизме. Его практикуют даже светила науки. Два университетских профессора, зоолог Вагнер и химик Бутлеров устраивают сеанс общения с духами, печатая свои впечатления в журнале «Ребус» — рупоре отечественного спиритизма, где, кстати, публиковался и поэт Брюсов. Журнал издавался отставным капитаном первого ранга Виктором Ивановичем Прибытковым, или Прибытковым, который жил в доме номер 14 по Невскому проспекту. Именно здесь его супруга Елизавета Дмитриевна как-то услышала таинственные звуки, интерпретировав которые, она поняла, что общается с умершим слугой семьи. С подобного происшествия началась слава сестер Фокс из города Хайдвиль в штате Нью-Йорк, которые в 1848 году начали перестукиваться с духом убитого мистера Силитфута и прославились на всю Америку. Теперь они считаются основателями спиритизма, а господа Прибытковы прославились на всю Россию, и издаваемый ими журнал только этому способствовал. Он выходил с 1881 года, и конец его положила только революция. В доме номер 14 вертели столы, являлись духи Пушкина и Наполеона, Лермонтова и Гоголя. Протоколы об этом исправно печатались в Ребусе. И ведь многие верили, собственно, некоторые верят и до сих пор. Скажу честно, я пытался читать это дивное издание в публичке, надолго меня не хватило. После того, как Достоевский побывал на медиумическом сеансе у Александра Аксакова, которому мы обязаны появлением термина телекинез, он написал «Я думаю, что кто захочет уверовать в спиритизм, того ничем не остановишь, ни лекциями, ни даже целыми комиссиями, а неверующего, если он только вполне не желает поверить, ничем не соблазнишь». Дом, где когда-то располагалась редакция Ребуса, ликвидировали. И с 1915 года по 1939 год участок стоял незастроенным, потому что в 1917 грянула революция и всем уже было не до строек. Здание, которое мы сейчас имеем, было возведено в 1939 году меньше, чем за два месяца. И стоит до сих пор, не развалилось. Глядя на современные долгострои, так и хочется процитировать какую-нибудь бабульку. Сталина на вас нет. А всех туристов, безусловно, привлекает вот эта надпись, к сожалению, не для всех понятная. Оказавшись в любом городе, важно понять, где север, где юг. Это упростит ответы на многие вопросы. Например, почему именно эта сторона Невского проспекта была наиболее опасной при артобстреле во время Великой Отечественной войны? А потому что снаряды прилетали с юга, с Пулковских высот, где располагались немецкие батареи. Эта природная возвышенность, довольно редкая для северной столицы, позволяла вести пристрельный огонь по городу, который был как на ладони. Соответственно, наиболее опасной была северная сторона Невского, называемая также Солнечной. Надпись на фасаде дома номер 14 напоминает нам о том, что во время блокады люди погибали не только от голода, но и от обстрелов. А мы перейдем к дому номер 16.